друзья всем привет добро пожаловать в рубрику по обзору тем для смартфонов xiaomi redmi и пока в этом видео сделаю обзор на новые темы причем здесь темы уже идут премиум более расширенные более интересные кому интересно не переключайтесь перед просмотром этого видео хотел рассказать вам новинки от компании ugreen ультра компактная зарядка в широкая совместимость подходит для смартфонов android айфонов айпадов планшетов поддержка быстрых протоколов зарядки изготовлена по технологии ган благодаря этому очень компактная если сравнить с зарядкой такой же мощностью от другого производителя то она идет намного меньше саму же зарядку уже подключается кабель формата usb си у продавца на алиэкспресс можно выбрать необходимую вам модель на 20 или на 30 ватт варианты есть без кабеля либо с кабелем для подключения usb си устройств android либо iphone lighting для максимально выгодной цены у продавца можно взять купон на скидку ссылка будет в описании по установке тем все эти темы как обычно доступны стандартном приложении темы и найти их можно по названию через поиск на каждом названии я буду останавливаться и называть а также название тем я оставлю в описании под видео первая тема называется а 14 у этой темы идут обои в стилистике iphone тема интересна прежде всего хорошей кастомизацией на рабочем столе отображаются вот такие вот обои которые кстати можно поменять далее здесь обратите внимание 4 кнопки первая кнопка отвечает за настройку вот этой вот обложке которая расположена в области док-бара при нажатии на эту кнопку можно задавать либо более светлый либо более темный цвет далее вот эта вот кнопка стрелка вверх стрелка вниз позиционирование можем отрегулировать под свою модель смартфона в левой области кнопка идет тоже стрелка вверх стрелка вниз эта кнопка задает прозрачность можно сделать более прозрачный либо менее прозрачный и когда настроили можем закрыть на рабочем столе отображаются вот такие вот высококачественные обои давайте посмотрим Тем более подробно, все листики айфонов новых. Кстати, новые обои, друзья, можно скачать в моем телеграм-канале Realtek. Здесь достаточно часто выкладываю новые высококачественные обои. Ссылочка на мой телеграм будет в описании. Не забывайте нажать кнопку внизу подписаться. Так вот, друзья, на рабочем столе вот эти вот обои можно изменить. Давайте покажу как. Переходим на экран блокировки. Внизу линия, делаем двойной клик. Здесь доступно 4 варианта обоев. Когда я выбираю обои на экране блокировки, перехожу на рабочий стол и на рабочем столе обои также меняются. Вот такая вот получается скрытая фишка у этой темы. С экрана блокировки мы можем настраивать обои. Далее есть настройка Customize, где есть возможность на экране блокировки изменить цвет виджета времени дня недели. Вот таким вот образом. А еще ниже есть кнопка Custom Wallpaper, где можно из галереи выбрать свои обои. И установить, конечно же, на рабочий стол, на экран блокировки. На экране блокировки быстрый доступ к камере смартфона, фонарику очень удобно. Отображается время, будильники, шаги, уровень заряда батареи и вверху крупный виджет времени, день, недели, дата. Статус бар переработан и изменен. Заряд батареи смотрится классно. Что еще по рабочему столу? Иконки изменены и переработаны в стилистике iOS. Вот тот же браузер, допустим, док бар тоже здесь части звонилка сообщения не изменены. А браузер и камера смартфона изменены. Иконки Google стандартные, а иконки инструменты переработаны, также изменены. Иконки хорошо смотрятся крупные читабельные. Зайдя в настройки, в меню главных настроек с переработанными иконками, заходим о телефоне, здесь все по стандарту. Шторка. Шторка идет стандартная, давайте протестируем темный режим. В темном режиме шторка идет также стандартная, обои затемняются. И перейдя в меню главных настроек, здесь у нас иконки не слетают. Тема, соответственно, поддерживает как светлый, так и темные режимы. Во время зарядки на экране блокировки отображается иконка заряда. Следующая тема идет тоже премиум тема, называется Slow V1213. Тема совместима как с MIUI 13, так и с более ранними версиями MIUI. MIUI 12, 12.5. Тема выполнена в темном стиле. Иконки полностью изменены и переработаны. Идут такие объемные. Google значки перерисованы. Зайдя в инструменты, также здесь все изменено. Настройки. В меню главных настроек идет стандартное. Регулировка громкости, также все без изменений. На рабочем столе отображается информативный виджет. Цифровое, аналоговое время, погода, уровень заряда, день недели, дата. Виджет времени идет кликабельный. Виджет погоды идет также кликабельный. И если нажмем на уровень заряда, перемещаемся в настройку питания смартфона. Шторка идет стандартная. Но если мы включим темный режим, то потенциал темы раскрывается на 100%. Шторка изменена и выполнена в стиле иконок. Такие объемные тоглы. Проверяем настройки. Меню главных настроек. И здесь, друзья, все совершенно по-другому. У нас полностью перерисован фон, полностью перерисованы значки. Зайдя во телефоне, как все красиво и гармонично смотрится. Разделы идут объемные. И даже при нажатии вдавливается. И здесь как классно. Кстати, друзья, на канале вышел ролик, как раздел «Другое» оптимизировать. Самая актуальная инструкция. Раздел «Другое» переехал в настройки системы. Занимает меньше места и как его очистить. На эту тему я сделал недавно отдельное видео. Ссылочка, кому интересно, будет в описании. И даже если мы зайдем в приложение «Безопасность», здесь у нас также идет полнейшая переработка. Изменен фон, стиль обоев. Заходим в приложение. Тоже, друзья, все изменено и переработано. Питание и производительность. Тоже все изменено. Интересный экран блокировки. Первое – это анимация. Здесь отображается время, день недели, погода. И есть скрытая фишка. Если с середины экрана сделаем свайп вниз, отображается время, день недели, дата, уровень заряда батареи, дополнительные функции, звонилка, галерея. Свайпом вправо еще больше функций, количество пройденных шагов, передача данных, интернет, месседжеры. Свайпом еще раз вправо музыкальный плеер, который, кстати, работает. Чтобы закрыть этот раздел, свайп делаем вниз. Следующая тема идет со следующим названием. На рабочем столе отображается информативный виджет времени. Ниже отображается календарь и текущий день подсвечивается. Вверху справа отображается день недели и подробная дата. Иконки на рабочем столе полностью изменены. Док бар перерисован. Зайдя в настройки, здесь тоже, друзья, полностью все переработано и полностью все изменено. Как значки, так и фон. Заходим о телефоне, тоже здесь все изменено. Даже вот эти вот кнопки перерисованы. Обои на рабочем столе следующие. Проверяем шторку. Шторка тоже переработана и немножко изменена. У меня был включен светлый режим. Переключаемся в темный. Шторка слетает. Зайдя в меню главных настроек, здесь идет стандартный интерфейс MIUI 13. Соответственно, чтобы раскрыть потенциал темы на 100%, включаем светлый режим. И перейдя на экран блокировки, здесь можно кастомизировать эту тему. Обратите внимание, какой у меня отображается виджет. Но если нажмем здесь, вот выберем локскрин. Есть возможность изменить как фон, либо стандартное отображение, либо темный, либо заблюренный. Далее, где будет отображаться виджет? По центру слева, либо по центру с обводкой. Это касаемо времени. Далее, можем переключиться на уведомления. Стандартные, либо с обводкой. Кнопки тоже можно изменить. Кнопки, которые внизу, включить, либо отключить. Ниже изменение цвета кнопок, либо в темном цвете, либо в светлом. Далее, можем изменить время отображения, либо в темном, либо в светлом стиле. И ниже еще можно настраивать прозрачность. Прозрачность уведомлений, кнопок и самого фона. Далее, друзья, есть такая фишка, но на моем смартфоне она не работает. Напишите в комментариях, возможно, на вашей модели будет работать. Можно изменять иконки. Здесь можно либо рандомные включать, необходимо сначала включение сделать, либо задать вручную. Но почему-то я изменяю. Допустим, вот изменил, перехожу на рабочий стол и у меня все идет по стандарту.